Привет, мои дорогие! Сегодня я хочу поговорить о том, как мы себя убиваем. И вопрос задам такой, а что вы сделали сегодня для того, чтобы себя убить? Ну, что я имею в виду? Например, вы поспали 4 часа, хотя прекрасно знаете, что вам нужно спать 8-9. И вот вы регулярно не высыпаетесь, не высыпаетесь, и такой накопительный эффект идет. К чему он приведет? И к чему хорошему не приведет? Или вы, например, начали день с ароматной, с чашечки ароматного кофе, да, как там нам в рекламах? Все нам пихают в рекламе, да, вот так красиво начали свой день, начали день, там, напились кофе дорогого, ароматного. А оно действительно полезно, да? Вы уверены? Да ни хрена оно не полезно. Во-первых, давление скачет, потом печень, почки садит, и вот так вот. Ну, вы утром выпили дома ароматную чашечку кофе, с дорогого, хорошего кофе. А потом еще в течение дня чашечек 7 этого кофе с дешевых автоматов, с каких-то помоев напились, да? Еще мало того, что это кофе с автоматов, это там какой-то самый последний сорт дешевый, помои какие-то, полы помыли где-то и вас напоили. Еще туда добавляют вот это растительное молоко или, подождите, как это называется, сливки, сделанные из растительных масел. Эти масла рафинированные. Они вообще вредны здоровью так, чтобы просто лучше сразу бейте себя камнем по голове. Но нет, люди пьют этот кофе дешевый, с автоматов. Вот вы выпили 7 чашечек кофе, да? Туда же, смотрите, накопительный эффект. Сегодня 7, завтра 5, послезавтра 8, а потом, ну, неизвестно, что барахлит, да? Все, начинается изжога, болит желудок, печень прощается с вами уже, потому что вы пьете гадость. Или еще потом что? Вы выпили, выпили, вы выкурили с 10 сигареток, да, там с друзьями, выходили на паузу потрещать и покуривали себе. Вам организм скажет за это спасибо? Это действительно полезно для вашего организма? Или вы просто ваши легкие, ваши суставы перегружаете токсинами? Или что еще? Поели в какой-то дешевой забегаловке, какого-то непонятного дерьма, какую-то булку, непонятно из чего сделанную. И котлета в ней была тоже из какой-то собаки убитой. Хорошо, что есть из собаки. Может, из туалетной бумаги или еще вообще из какой-то химией, непонятно какой. Убиваете себя, убиваете, а потом, знаете, после такого пончика какого-нибудь или такой булочки, такой смачный запор, что вы пару дней в туалет сходить не можете. Кишечник вам тоже говорит спасибо за это все. Так, или вы сходили попить кофе с подружкой и съели огромный кусок торта или какую-то пирожную, да, углеводов, накачали в себя, потом они так вам по бокам свисли, дали вам нагрузочку на суставы. Молодец, молодец. Вечером, да, перед сном выпили бутылочку вина. Ну, вы же слышали, да, что вот в Италии, в Сардинии, где долгожители живут, они же винишко пьют, да, и ничего им там, все хорошо с ними. А в Грузии также пьют вино и живут по 150 лет. Так они могут себе это позволить. Они целыми днями по горам там гоняют баранов из одной стороны в другую и едят салаты зеленые всякие ведрами. Для этого они могут позволить, поэтому они могут себе позволить бокал вина, и это не убьет их. А вы посадили свою печень, перегрузили свои почки и пошли спать, поспали 4 часа, встали и поструячили на работу. Вы, короче, сделали за весь день все, чтобы как можно быстрее себя убить, чтобы к 50 годам получить инфаркт, а или еще, да, вы пообщались с какими-то очень токсичными людьми, которых называют энергетическими вампирами, да, пособачились с ними, и будете потом этот стресс внутренний переживать несколько дней. Это говно в своей психике перерабатывать. Каждый день, каждый день мы по чуть-чуть себя убиваем. Вопрос в том, может, надо что-то начать делать, что будет не только вас убивать, а наоборот восстанавливать ваш организм. Сейчас очень много всяких способов. Ну, о них расскажу в следующем видео. Пока. Занимайтесь тем, что убивать себя. Да, мы вообще не нужны экономике, обществу. А после 60 лет нам лучше всем умирать. Лучше всего, чтобы мы не доживали до пенсии. Зачем государству платить нам наши пенсии заработанные? Лучше оплатить похороны и все, и забыть. А это ваше дело. Решайте. Хотите вы наебать общество и государство? Или хотите умереть к 60 годам, чтобы никому не быть на шее обузой? Всем всего хорошего. Пока.